Добрый вечер, в студии Сергей Медведев, вторник, археология человека. И я хочу поговорить о коллегах. В каком смысле коллегах? Люди, которые существуют в качестве голоса. Голос, которых мы слышим, но которых мы очень часто не видим. Своего рода люди-невидимки. Ну вот, с одной стороны, это мы, радиоведущие. С другой стороны, это те люди, которых вы часто слышите на конференциях, семинарах, когда смотрите какое-то заграничное кино. Это переводчики, переводчики-синхронисты, существующие как бы за рамками текста, за рамками кадра на, скажем, конференциях, на различных международных конгрессах, сидящие в специально оборудованных кабинках, которые немножко презрительно называются будками. Так что вот эти люди-невидимки, собственно, кто они? Как становятся синхронными переводчиками? Что такое синхронный перевод с точки зрения, я не знаю, особой организации мозга? Хотим поговорить об этом с нашим гостем, который, в отличие от многих своих коллег, был достаточно заметен. Ну и, собственно, сейчас по-прежнему заметен, но, по крайней мере, был практически каждый день на экранах телевизоров, поскольку это был переводчик Михаила Сергеевича Горбачева. Это Павел Палащенко. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Вот. И, собственно, кто... Я думаю, многие наши слушатели вырастали в 80-е годы. Ну, собственно, и затем уже, когда Горбачев свою общественную деятельность развернул уже в отставке, все эти переговоры о разоружениях с Рейганом всегда рядом с президентами, немножко в тени, немножко за спиной стоял невысокий, крепкий человек с усами. Это у переводчика Павел Палащенко. Но я хочу вас спросить, Павел. Собственно, переводчик должен оставаться невидимым, максимально невидимым? Ну, желательно, чтобы не очень видимым. Протокольщики даже просили иногда отойти для того, чтобы можно было сделать кадры, где президенты общаются как бы без их помощи, такие постановочные снимки. Ну, есть постановочные снимки, а есть снимки живые. И живые снимки — это снимки, где переводчику трудно остаться за кадром. И поэтому, наверное, так получилось, что начиная с Женевы, потом Рикявик, Москва, Мальта, Вашингтон, на всех этих саммитах я часто попадал в кадр. Переводчик нужен, поэтому он попадает все-таки в кадр. Вы знаете, я даже скажу, что те кадры, на которых виден переводчик, они... Переводчик. Ну, собственно, и переводчик. И переводчик, в какой-то мере, да, да. Харон, Гермес, Гермес или Харон. Где виден переводчик, они какое-то ощущение спокойствия и уверенности оставляют, что вот эти два человека, на которых сфокусировано все наше внимание, все наши надежды, они не одни, да, есть некий толмач между ними, есть человек, который обеспечит им коммуникацию. И так что вот то, что вот раньше Суходрев был, да, на фотографиях с Брежневым, то, что вот вы на фотографиях с Горбачевым, некое, ну, все в порядке, этот человек не даст случиться плохому. Какое-то вот такое ощущение. Ну, вообще, в международных отношениях, в международном общении очень много, все-таки, подушек безопасности и слоев, которые не дают случиться плохому, даже если что-то пошло не туда. Это не только, конечно, переводчики, это весь аппарат помощников, экспертов, МИДовцев. С другой стороны, конечно, бывают случаи, когда главы государств остаются один на один. Здесь главная ответственность, конечно, на них. 99% ответственности на них. Какой-то 1% ответственности, конечно, и на переводчиках. У переводчики с обеих сторон, как правило, за редкими исключениями, бывают случаи, когда переводчик только с одной стороны. Ну, скажем, на переговорах с Раджио Ганди, с премьер-министром Индии, ну, переводил я. Потому что переводчик с индейской стороны, там, для протокольного перевода он достаточно хорошо знал русский язык. А дальше уже ему было трудно. Переводишь обычно на дипломатических переводах всегда. Переводишь с русского на английский. Другая сторона переводит с английского на русский. То есть переводишь своего на иностранный язык, в отличие от традиции синхронного перевода, где наоборот, в международных организациях наоборот, ты переводишь только на язык А. Язык А — это твой родной язык. В дипломатических переводах обратная картина. Там ты переводишь своего на иностранный язык. То есть важнее понять своего, интенцию своего. И в отличие от литературного перевода. Ты член команды, конечно. Ты член команды. Ты знаешь, о чем пойдет речь. Переводчиков, как правило, даже если они не являются действующими дипломатами, в Соединенных Штатах там отдельная лингвистическая служба внутри Госдепартамента. Они являются сотрудниками форен-сервиса, так сказать, иностранной службы, но они не являются, собственно, дипломатами. Так вот, даже если он не дипломат, переводчиков, конечно, стараются хорошо информировать о том, что будет говориться, какие позиции страна занимает и так далее. Поэтому переводишь своего на иностранный язык. Какие-то шероховатости, связанные с тем, что этот иностранный язык может быть и неродным, хотя у многих он родной, люди двуязычные, билингвые, какие-то шероховатости, они все-таки компенсируются тем, что ты точно понимаешь своего президента, своего оратора и переводишь его во всеоружие, если можно так сказать. И вот наличие двух переводчиков, да, я думаю, что вы правы, в какой-то мере действительно создает ощущение и спокойствия, и комфорта, в том числе и участников беседы. Но иногда есть какие-то выражения, которые невозможно, наверное, сразу довести. Меня всегда очень интересовало, как перевели хрущевскую «Мы вам покажем Кузькину мать». То, что в ООН было. Да, я не помню, в каких обстоятельствах это было сказано. Если это было в ООН, то это, очевидно, переводилось синхронно. И, как правило, такие вещи переводятся либо дословно, либо путем подбора аналога. Дословно здесь, конечно, перевести невозможно. А аналог вполне возможен. Нам иногда кажется, что какие-то очень яркие русские выражения не имеют аналогов. Они имеют, как правило, аналоги. Другое дело, что аналог по-своему опасен. Потому что, если, скажем, вы подбираете аналог какой-то метафоры, и этот аналог упоминает не то животное, не того зверя, который упоминается в русском выражении, то может начаться пикировка, может начаться какая-то пикировка, какие-то ассоциации, связанные с животными, зверями, растениями, которые не упоминались ораторам. Так что здесь опасность есть. Виктор Михайлович Сахадрев, которого вы упомянули, как правило, предпочитал дословный перевод. Ну, и так сказать, как у нас говорят, и вот дословный перевод. Если нужно, этот дословный перевод в устном переводе может снабжаться небольшим комментарием. Ну да, как у нас говорят, сразу идиоматичность этого предлагает. Так что вот такое выражение. Так что выход, как правило, у переводчика есть. Вот интересно, буквально на днях на одном переводческом форуме, ну, собственно, на переводческом форуме моего сайта меня спросили, как вы переводите, чем дальше в лес, тем больше дров. И привели четыре перевода, предлагаемых варианта перевода, из словаря Абилингва. Ну, Абилингва хороший словарь, но все эти четыре варианта, два дословных и два аналога, мне показались неудовлетворительными. Но самое интересное. Я сказал, что вопрос, как вы переводите, звучит не совсем корректно, потому что за 43 года переводческой практики мне ни разу это выражение в реальной практике не встретилось. Но, конечно, я бы вышел из положения, я в этом уверен, и не только сейчас. Ну, а как бы ваш вариант какой? Ну, мой вариант, это все-таки аналог. Без леса и без дров, потому что дрова здесь употребляется совершенно не в том значении. И дословный перевод, который давался в словаре Абилингва, который звучит примерно так, чем больше ты углубляешься в лес, тем гуще этот лес. Это совсем не то. Дело не в том, что гуще этот лес. По сути, это надо перевести аналогом, который звучит примерно так, что чем больше ты во что-то втягиваешься, тем больше проблемы. И это можно сказать по-английски, причем можно сказать идиоматично и не так сухо, как чем больше проблем. Гораздо интереснее и идиоматичнее, так что другая сторона почувствует, что сказано нечто оригинальное. Ну да, мы, интересно, уже вышли на эту тему. Я думаю, мы к ней еще вернемся, но вы уже упомянули Абилингва и все эти наши словари-переводчики, машинный перевод. Вот мне кажется, это те вещи, которые, если даже заложены первичные идиома, чем дальше в лес, тем больше в дробь. А если кто-то скажет, чем дальше в лес, тем толще партизан. Конечно. Вот тут уже машина, по-моему, сломается любая, потому что она не прочтет иронию заложенную. Конечно, конечно. И вообще, чем дальше в лес, тем больше партизан. Тем толще партизан. Да, это то, что говорит человек, который явно говорит не под перевод, но который рассчитывает, что ты дашь что-то функционально близкое и саркастическое и так далее. Все-таки, как правило, люди в контексте международного общения, ну то, что называется, говорят под перевод. То есть они учитывают, что их переводят и не злоупотребляют подобного рода вещами. Хотя иногда что-то подобное может встретиться. Знаменитая фраза «Аллах над нами, козлы под нами», сказанная в одной из бесед уже в 2000-е годы главой нашего государства. Ну, все-таки это нечасто бывает. Это нечасто бывает. В основном, конечно, учитывается то, что человек переводит. Но, повторяю, переводчик должен выкрутиться в любой ситуации, понимая, что нередко в таких случаях приходится идти на компромисс. Что касается вот этих электронных средств, то ведь абилингва – это не машинный перевод. Абилингва – это очень хороший словарь, являющийся электронным помощником переводчика. Таких возможностей в те годы, когда мы учились, не было даже ничего близкого. А сейчас вы на компьютере смотрите текст, подводите курсор, если у вас есть программа абилингва, подводите курсор к определенному слову, и сразу дается словарный вариант. Не перевод, конечно, это не перевод, но, тем не менее, словарный эквивалент, словарный вариант вам предлагается. Даже в Гугле это уже встроено. В Гугле это встроено, да. И это, конечно, колоссальный шаг вперед, хотя от машинного перевода, качественного машинного перевода, это, конечно, очень далеко. Но это можно отдельно поговорить. Возможен ли вообще качественный машинный перевод естественных текстов? Это вопрос. Но вот говоря сейчас о синхроне, о синхронном переводе, нужна какая-то особый-особый склад ума, особый склад мышления. Вот я, готовясь к нашему эфиру, прочитал очень интересную книгу Геннадия Мириама по профессии переводчика, и там вообще целая глава есть под названием «Синхронист – это психофизиологическая аномалия». Я поясню, я сам не одному однажды в жизни довелось заниматься синхронным переводом. Я, в общем-то, считаю, что я, ну, по крайней мере, в своей профессиональной сфере достаточно знаю английский язык, больше 20 лет с ним работаю, преподаю на нем, пишу тексты, даже думаю на английском. Вот, и однажды мне пришлось на довольно высокопоставленном семинаре, который я вел, там случилась какая-то заминка, и не пришла смена переводчиков, а семинар идет. Я сел вот в эту вашу так называемую будку. Знаю, как там нажимается кнопка, нажал кнопку, вы знаете, я скажу, что я справился, но из моих вообще жизненного экспириенса, из всего, это самые, наверное, сложные 30 минут жизни, когда я чувствовал, как просто мозги лезут наружу. Вот, рубашку пришлось выжать. Ну, отсутствие привычки. Вот самое главное, что я пытаюсь понять, как можно буферизовать, то есть набрать в голову... То есть нужно по двум контурам вроде как голова работает. Один контур этот и переводишь, а другой контур в голове запоминает те слова, которые были сказаны, Ну, тут по пунктам надо взять. Во-первых, почему для вас это было так тяжело? Ну, просто потому, что пришлось это делать без всякой подготовки. Вот, учитывая ваш жизненный, лингвистический опыт, то, что в каких-то отношениях вы билинг, для вас достаточно было бы, мне кажется, одной-двух недель занятий, и вы могли бы заниматься переводом, во всяком случае, на родной, на русский язык, мне кажется, без особого труда, да и на английский тоже. Ну да, там на английский должен сказать, что он переводится. Достаточно погружение в английский контекст и так далее. Второй пункт насчет психофизиологического типа является ли синхронный переводчик психофизиологической аномалии. Я немножко знаю Геннадия Эдуардовича Мирама, он киевский переводчик, переводчик известный, но вот здесь позволю себе не согласиться. Вот среди моих коллег есть люди самых разных психологических и психофизиологических типов, есть люди чрезвычайно энергичные, очень с большой, как сейчас говорят, энергетикой, я не очень люблю это слово, но вот такого активного типа во всем. Мой первый начальник Андрей Дмитриев, который потом сделал дипломатическую карьеру, был послом России на Кубе, в Никарагово, в других странах, вот это человек такого типа. Другой коллега, который я тоже очень люблю, флегматичный Саша Журавлев, который абсолютно не подходит под первый тип. И оба прекрасно работали, один из них работает до сих пор, конечно, в слегка разном стиле. И тем не менее, оба работали успешно, и уж коммуникативную задачу выполняли полностью. Но ситуация стрессовая в целом? Ситуация стрессовая, пока учишься. В стрессовой ситуации постоянно работать, ведь есть переводчики штатные, которые каждый день это делают. Я переводчик фриланса, я это делаю во всяком случае не каждый день, хотя у меня бывают месяцы, когда я работаю практически каждый рабочий день. Так вот, постоянно быть штатным переводчиком и работать в режиме постоянного стресса, ну, это не хватит никаких ресурсов организма. Поэтому я не считаю, что это работа для профессионала стрессовая. Ну, никто статистики не ведет, может, к счастью, может, к сожалению. Но у меня такое впечатление, что продолжительность жизни синхронных переводчиков примерно такая же, как в среднем по стране. Так что, а может быть, у нас и побольше даже, чем в среднем по стране. Для мужчин, скажем. Ну да. Я вот всех знаю, все работают в Европе до 65-70 лет, работают обычно, и потом еще прекрасно живут. Думаю, Альцгеймер точно не грозит. Думаю, что нет. Думаю, что нет. Ну, конечно, в конце дня, если ты отработал ООНовскую норму, так называемую, два заседания вдвоем, по три часа каждое заседание, это три часа чистой работы, к концу дня устаешь, конечно. Полчаса через полчаса вы работаете? Полчаса и полчаса. Обычно так, да. В Совете Европы там чудовищные темпы, потому что там регламент в выступлениях 3 минуты. В Совете Европы мы иногда работаем по 20 минут, меняем друг друга каждые 20 минут. А вот большие организации международные ООН, Совет Европы, там что, с какого-то релейного языка одного берется? Ведь невозможно же, скажем, ООН иметь, это сколько, 150 в квадрате, пар переводчиков? ООН всего 6 официальных языков. ООН 6 в Совете Европы тоже 6. А только главы выступают, по-моему, имеют право. Почему нет? Нет, главы тоже на одном из 6 языков? ООН на Генеральной Ассамблее, в Совете Безопасности, во всех комитетах Генеральной Ассамблеи, на одном из 6 языков, на китайском, английском, русском, французском, испанском и арабском. В Совете Европы тоже 6 языков, но другой набор. Английский, французский, итальянский, немецкий, русский. Можно выступать и на других языках, но тогда делегация предоставляет своего переводчика, который переводит на... Один из официальных. ...стержневой язык. Обычно это английский или французский. В кабинах тоже обычно стараются поддерживать такой набор, чтобы переводчики не слишком работали с реле. У меня, например, рабочие языки английский, французский, испанский. Если мой коллега, такие коллеги есть, имеют, допустим, набор английский, немецкий, итальянский, то в кабине полный набор, никто с реле не работает. В английской кабине, как правило, поддерживается такое сочетание, потому что английская кабина стержневая. Если у меня нет итальянского языка и в кабине нет моего коллеги, то я беру с английского. И поэтому в английской кабине англичане работают меньше, потому что 60% выступлений на английском языке. Но их ответственность велика, потому что, как правило, реле берут с них. Кабина-пилот, очень часто именно английская кабина. Поэтому вот так вот поддерживается это все. Ну, конечно, не 150 языков. Формально в Европейском Союзе все 24, если не ошибаюсь, языка считаются официальными. Но это не на всех мероприятиях, а только на самых важных. А когда большое мероприятие, то как на... Когда большое мероприятие, старается... Стержневые переводят? Да, старается поддерживать соответствующее соотношение в английской кабине. Но там же это важно протокольно, чтобы глава государства выступил на своем национальном языке. Безусловно, конечно. Это вопрос суверенитета. Это полное соответствие, потому что в ЕС 27 членов, но, допустим, один и тот же язык у Австрии и Германии. Да, и так далее. Один и тот же, по сути, язык сербский и хорватский, хотя сербы называют его сербским, хорваты хорватским, а босницы даже называют его боснийским. Но пока они еще не разошлись до такой степени, чтобы это были даже диалекты. Это все-таки варианты одного и того же языка, как, например, английский, американский, английский-австралийский и английский-британский. Это варианты одного и того же языка. Но вот формально они называют боснийский язык, сербский язык, хорватский язык. Но это один язык. Ну да, я знаю, что в международном таком дипломатическом обиходе, например, напротив, некоторые языки сходятся. Есть такой усредненно-скандинавский язык, на котором между собой говорят датчане, норвежцы, шведы, хотя они реально разведены. Они понимают друг друга, да. Они понимают друг друга, и есть что-то такое общее. В свое время, вы знаете, может быть, была попытка создать усредненный славянский язык для общения. Но это практически невозможно. Всякий, кто пытался учить, изучал польский язык, чешский язык, болгарский язык. Знают, что это, в общем, непросто. Это непросто. Я вам скажу, из языков, которые я учил, чешский, и самым сложным мне показался англичский. Я в институте увлекся чешским языком и стал его учить просто так в собственное удовольствие. А, он прекрасен. Чешский язык красивый, мелодичный, изумительный язык. Ну, поэтому я читаю до сих пор по чешски. Так получилось, что я начал интересоваться чешским языком как раз в начале 68-го года. А тут там все пошло-поехало. Это был очень, очень, очень интересный момент в моей жизни. Но родственные языки, тем не менее, конечно, очень-очень далеко уже разошлись. Они помогают... Чем больше языков вы знаете, вот это вот полиглоссия, чем больше языков вы знаете, тем лучше вы понимаете каждый из этих языков. Скажем, то, что вот вы там, знаете, 5-6-7 языков. Вы более совершенны в английском? Может быть, до некоторой степени. Я вам скажу, что синхронный переводчик, который немножко владеет другими языками, он увереннее себя чувствует. Но всерьез, на мой взгляд, можно владеть двумя-тремя языками. Если говорить о переводе, о синхронном переводе в частности, то у меня, например, в рабочем состоянии три языка для перевода с этих языков, а для перевода на иностранный язык у меня в рабочем состоянии только английский. И переводчик должен трезво отдавать себе в этом отчет. Тот факт, что я читаю итальянские газеты, тот факт, что я прочитал несколько книг на немецком языке и могу понять новости по телевидению, не значит, что я этим языком владею. Владение языком — это очень ответственная фраза. Я им именно владею, это мой рабочий язык. Так я говорю об английском и французском языке и до некоторой степени об испанском, потому что я пишу только с этого языка, но не на этот язык. Вообще возможно ли полное двуязычие, скажем, чтобы человек мог писать прозу или поэзию? Ну как? Конечно, возможно. Пишут же. Ну немного сейчас. Я понимаю, что там русские дворяне XIX века не в французском больше владели. Почему же? Ну, Набоков написал по-английски. Но их мало. Потом перевел, да. Но их мало. А вот что касается, скажем, текстов публицистического характера, то вполне можно. Нет, это понятно. Да. Ну вот я книгу написал, которая вышла в Соединенных Штатах Америки в 97-м году. Естественно, я работал с редактором, так называемый копи-эдитор, и она мне сказала, что у вас написано лучше, чем у многих американских авторов, с которыми мне пришлось работать. Смоё. Но я это воспринял как комплимент, конечно. Ну да. Нет, я представляю, что, наверное, должно было. Но всё-таки, вот скажем, я не знаю, а взялись бы вы перевести на английский Достоевского? Я бы не взялся. А вот, скажем, Юрий Мочишкацер, который преподавал у нас перевод на английский язык, в Эн-Язе переводил. При этом он, будучи венгерским евреем, на всех языках говорил с акцентом. На английский он перевёл идиота, он перевёл на английский язык, если не ошибаюсь, униженный и оскорблённый. Всё это выходило в издательный прогресс. И, ну, я считаю, идиот, например, ну, есть классический перевод Констант Гарнет, но каждое поколение делает свой перевод «Война и мира», свой перевод идиота. Это великие романы, и перевод Констант Гарнет, ну, немножко устарел, так же, как устарели замечательные переводы Диккенса, сделанные в XIX веке. Но, повторяю, я бы не взялся. Ну, я в принципе говорю, потому что я, например, считаю, что для меня просто я сомнение выражаю, насколько это должно быть исключительное владение языком, чтобы, скажем, перевести там Достоевского или Пушкина на язык. Нужно в этом языке, не знаю, родиться, владеть огромной, огромной, так сказать, совершенно культурной базой. Я с вами абсолютно согласен, я бы не взялся. И те переводчики, для которых русский язык является родным, и которые переводят на английский язык, на французский язык, они обычно работают в паре с другим переводчиком, для которого изначально родным является английский язык. Оба они, допустим, считаются билингами, но билингами с некоторым смещением в сторону того или другого языка. Но вот результат работы таких пар, он тоже далеко не всегда однозначный. Художественный перевод — это сфера, где есть очень разные и стили, и подходы, и главное мнение о конечном результате. Вот, скажем, буквально на днях умер переводчик Милана Кундеры на английский язык. И в конце концов Кундера с ним поругался. Он считал, что тот переводит слишком вольно. Автор выражения The Unbearable Lightness of Being. Он автор этого выражения, и, на мой взгляд, он очень хорошо переводил. Я предпочитаю... Ну, Кундера сейчас сам пишет по-французски, но если говорить о переводах, то, честно говоря, я предпочитаю переводы на английский язык, хотя Кундера при всей критике в адрес его любимой переводчицы Нины Шульгиной, он считает, что хорошо на русский язык переводит только она. Только она. Ну что ж, о трудностях перевода продолжим наш разговор после небольшой паузы. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня с переводчиком Павлом Палащенко о трудностях перевода устного и письменного, вообще о роли перевода в нашей культуре. Перевод — это некая сервисная функция культуры или какой-то внутренний необходимый ее механизм, некий стержневой механизм культуры? Я думаю, и то, и другое, но, безусловно, роль перевода как стержневого механизма культуры, она очень велика. В русской культуре она традиционно велика, Россия — страна во всех отношениях, так сказать, догоняющая, иногда перегоняющая в результате того, что набирает быстрый темп, догоняя. Но по отношению к Европе Россия на протяжении длительного времени в плане культуры была страной воспринимающей. Россия — это вообще, я абсолютно с вами согласен, я считаю, что Россия — это переводная история, собственно, начиная с нашего языка, который создали Кирилл и Мефодий для нас, адаптировали для славян. — Ну, они азбуку адаптировали, алфавит. Язык всё-таки не они создавали. — Ну, язык богослужения, если брать церковно-славянский, которым уже затем транслировался каким-то образом. — Нет, ну, ещё кто создавал русский язык, современный русский язык, это Карамзин и его современники, которые придумали огромное количество слов, которые мы воспринимаем как совершенно органичное, там, скажем, слово «промышленность», там, «производство» и так далее. Потому что они придумали, придумали, взяв аналоги немецких морфем, русские аналоги немецких морфем, и составив эти слова «влияние», ну, самые такие слова «влияние», это же... — Einfluss, да. — Конечно, конечно, это всё придумал Карамзин, его современники, во многом именно Карамзин и другие. Это, конечно, русский язык в этом смысле создан. И мечты Солженицына о том, что можно вернуться к более старому языку, вот его раздражало чрезмерное влияние иностранных языков. Ну, всё-таки это утопические такие мечты. — Влияние как раз. — Да, при всём к нему уважении. Русская культура тоже не могла жить без переводов на уровень, когда уже нас стали переводить, и без нас не смогла европейская культура. Мы вышли при Пушкине, некоторое время там оставались, и потом вплоть до Достоевского, Чехова, Толстого этого не было. Потом вот так получилось, что Европа почувствовала, что ей нужны русские классики, и пошёл перевод в обратном направлении. И он тоже до некоторой степени для европейцев был стержневым явлением. Европа тогда воспринимала русскую культуру как нечто ей совершенно необходимое, начиная там от Проспера Мирюме, Флабера и других. Это факт. — Чехов, который, собственно, весь XX век всю литературу абсурда дал. — Вот именно. И я считаю, что получается так, что перевод является не каким-то сервисом, а стержневым явлением не только для России, с особенностями её истории, но и для некоторых других культур. В XXI веке, в конце XX века, пожалуй, в меньшей степени. Есть, пожалуй, не то, что взаимная культурная изоляция, но меньший взаимный культурный интерес. Это приходится с сожалением констатировать. Тем не менее, для русской культуры, для российской культуры это по-прежнему важнейшая часть нашей жизни, нашей культурной эволюции. — Ну да, потому что, я думаю, речь идёт о переводе. Ведь, собственно, есть разные слова для обозначения перевода. Есть вот это вот латинское «транслацио», а есть «тродукцио». — Но есть интерпретация. — Да, интерпретация. — И перевод — это, собственно, некая трансляция культуры всей, в том числе культурных форм. Скажем, я не знаю, там Жуковский писал баллады. Баллады же — это переводная форма. Или, скажем, Шекспир писал сонеты. Сонеты он взял у Петрарки. Вот, это опять-таки переводная форма. Так что в этом смысле, конечно, очень часто мне приходилось сталкиваться с тем, что, скажем, к переводчикам относятся как к некому сервисному персоналу, который где-то там на окраинах конференции работает. Ну, там официанты принесли что-то, переводчики перевели. А даже вот с таким приходилось встречаться, там, скажем, написано, там, состав делегации, там, советская делегация, там, 15 человек и два переводчика. Вот, вот такое вот. И мне кажется, что здесь абсолютное непонимание того, что механизмы перевода, они вообще дают состояться человеческой культуре. Конечно. Как бы ничего бы не было. Вообще, вот я не знаю, согласитесь или нет, как бы все практически культуры переводны из-за исключения, я не знаю, может, древнего Китая, древней Индии и там, я не знаю, древней Греции. Вы знаете, ну, большие культуры взаимодействуют. Малые культуры иногда немножко боятся взаимодействовать, потому что опасаются, что все захлестнет. Вот, скажем, исландский язык — это язык без заимствований. Венгерский язык — тоже язык без заимствований. Практически заимствований там нет. Любое понятие, начиная от телефон, телеграф, ну, такие интернациональные слова, которые практически во всех языках одинаковые, ну, с поправками, они должны переводить на свой язык, используя морфемы, то есть мельчайшие единицы, ну, слоговые, грубо говоря, единицы. То есть это финский еще такой же. Финский тоже, да. Из слогов они вынуждены делать новые слова. То же самое китайский язык, хотя это большая культура. Но китайский язык в силу сложившейся традиции практически ничего не заимствует. Китайцы ставят рядом два иероглифа — электричество и мозг. И получается компьютер. Исландцы ставят рядом две морфемы, два слога, и, подобно Карамзину, придумавшему слово «влияние», придумывают слово для обозначения любого иностранного, инокультурного явления. Это одна сторона и одна, ну, не скажу крайность, но, во всяком случае, вот один край этого спектра. На другом краю этого спектра — японцы, которые совершенно спокойно заимствуют слова, в том числе на первый взгляд, существующие в их языке. Я как-то слушал перевод на японский язык с английского, и, слушав все время, используется слово «апрочь». «апрочь». Это «апрочь» в английском. Я говорю, ну, неужели у вас нет слова «подход»? Ну, есть слово, похожее слово есть, но как-то удобнее это заимствование. И знаете, они говорят, в нашем языке любое заимствование, попадая в нашу среду, оно как-то очень быстро поглощается и становится нашим. «Мы этого не боимся», сказали японцы. И действительно, когда слушаешь японскую речь, очень часто слышишь японские слова. Русский язык где-то посередине, и русская культура где-то посередине. Мы все время боимся заимствований, а с другой стороны, мы их делаем. Переводчики, конечно, не должны здесь бежать впереди паровоза, но мы миримся с тем, что за нас уже это сделали другие. Как правило, это делают эксперты, специалисты, которые говорят, нам удобнее заимствование. Мы им говорим, социологам, например, мы им говорим, почему же вы хотите, чтобы identity мы переводили как идентичность? Есть же такие прекрасные слова, как самобытность, своеобразие и так далее. Они говорят, нет, нам удобнее так. Нам удобнее слово идентичность, потому что идентичность – это не обязательно своеобразие. Она состоит как из своеобразных элементов, так и из элементов общих для всех культур. Вот они нам так говорят, ну, мы, переводчики, в конце концов соглашаемся и идем на заимствование. С другой стороны, русский язык, он не должен бояться заимствования, потому что очень быстро заимствование обрастает русскими волосами. Позаимствовали пиар, и уже есть слово отпиарить, пиарщик, пропиарить там и так далее. Видите? Поэтому, ну, наверное, особенно бояться не стоит. Русский язык в этом отношении хорошо все, довольно хорошо все перерабатывает. В русском есть вообще некий такой, ну, вот вы, наверное, сейчас скажете, что нет, ну, некий такой изоляционизм языковой. Я поясню. Вот, скажем, меня очень раздражает всегда, что у нас дублируются фильмы на английский язык, что у нас нету подстрочников, потому что, мне кажется, будь он, ну, не подстрочник, а субтитры. Вы имеете в виду субтитры иностранных фильмов? Да, субтитры иностранных фильмов. Мне кажется, будь у нас субтитры культуры языковой грамотности нашего населения, вот, скажем, то, что происходит в Скандинавии, там, в Голландии, где просто все дети к 15-ти годам уже бегло говорят по-английски, потому что они все фильмы смотрят субтитрами. Самое главное — телевидение, они сериалы смотрят субтитрами. И сериалы, да. Это важнее даже, чем в фильме, потому что в кино редко выбираются люди. И DVD редко ставят. Вы знаете, ну, тут сложно. Есть культуры, в которых зрители предпочитают субтитры, и есть культуры и страны, где зрители предпочитают дубляж. В Германии предпочитают дубляж. В Швейцарии один сеанс идет дубляж, другой сеанс идут субтитры. Это решаем не мы с вами, это решают прокатчики. И прокатчики наши пришли к выводу, что в Москве достаточно 5-6 театров, где идут фильмы с субтитрами. Все остальное, все голливудские блокбастеры, «Аватар», там, все, «Титаник» и так далее, прокатчики нам говорят, что нужен дубляж. Русский зритель привык к дубляжу. Я, конечно, с удовольствием хожу в 5 звезд, хожу в 35 миллиметров, смотрю там фильмы без дубляжа, с субтитрами, мне это очень нравится, критикую эти субтитры, потому что, к сожалению, многие прокатные организации отдают это неквалифицированным переводчикам. С другой стороны, есть и замечательные примеры, очень хороший дубляж «Секса в одном городе». В большом городе. В большом городе. Очень неплохой дубляж, очень приличный дубляж и по интонации, а главное, сам перевод неплохой. Мне кажется, ну, это да, это может быть, но при этом все-таки теряется огромная эстетическая вселенная, то, что те голоса артистов, которые соответствуют их облику, и это отдельная музыка. Эти стандартные дубляжные голоса и интонации, честно вам скажу, недолюбливаю, потому что вот какие-то интонации, которые, наверное, все-таки больше в последние 20-25 лет. Я вспоминаю фильмы, которые дублировал, скажем, когда Белявский дублировал «Мастрояне», здорово у него это получалось, у него не было искусственных интонаций. Ну да. Не было. Вы знаете, я вот не соглашусь, что это как бы люди так хотят. Мне кажется, что есть такой очень большой культурный и в итоге политический запрос на то, чтобы был дубляж, а не было иностранных символов, не было иностранной речи, иностранной графики. Ну не знаю, так нам говорят прокатчики. Ну да. Прокатчики. Кстати, для переводчиков все равно. Переводчик готовит и субтитры, делает, и делает текст для дубляжа. Правда, при подготовке текста для дубляжа там еще редакторы активно работают, потому что надо еще соотнести это с движением губ, ситуативным и так далее. Субтитры в этом отношении немножко проще. Проще. Но это позиция прокатчиков. Прокатчики считают, что на «Аватар», скажем, или на «Титаник», или что там, «Пираты Карибского моря», если это будут субтитры, массовый зритель не пойдет. Ну, считают так. Ну, понятно. Но, кажется, надо менять культуру. Вот, скажем, почему это в Германии? В Германии потому, что все это, скажем, блютон эрбе, там вот это вот культ неменаследия. Во Франции, потому что «Ля Бель Франции» вообще, они до сих пор страдают, что французский перестал быть главным международным языком. Ну, подождите, во Франции фильмы показывают и в дубляже, и с субтитрами. И так, и так показывают. Там нет разве такого культа дубляжа, и вообще как бы... Культа нет, хотя блокбастеры дублируют. Неприятие английского. Нет, блокбастеры, как правило, дублируют. А зайдите в любой кинотеатр, значительная часть фильмов и английских, американских, немецкие фильмы там показывают. Там модно сейчас во Франции фильмы иранские, израильские, вот из этих всех стран. Все они идут с субтитрами. Они идут с субтитрами. Все с субтитрами, да. Если говорить об английском, вы знаете, меня всегда очень интриговал вопрос, вот когда, я думаю, многие наши слушатели, которые за ним переводили письменные тексты с русского на английский, английский на русский, всегда замечают гораздо большую емкость английского языка. То есть процентов на 25, по-моему, он более емкий. Это 15-20 процентов, это при переводе с английского языка на русский, это допускаемое увеличение текста. Чем это объяснить? Вот я общался со знакомыми переводчиками, синхронистами, они, в частности, выдвигали теорию, что английский вообще как язык более развит, чем русский. У них более была длительная лингвистическая, так скажем, история, социальная история английского языка, у них была больше общественная жизнь, они выражали более емкие понятия, грубо говоря, английская литература старше русской литературы. Вот. И, собственно, в результате своего исторического развития английский стал более емким, экспрессивным и... универсальным. Ну, знаете, что считать развитием? Английский язык потерял всю свою глагольную флексию, полностью. Потерял все падежи, которые были. Он все потерял. Значит, это не развитие, а это, наоборот, казалось бы, упрощение. Упрощение. Особенно в американском варианте. Английский язык аналитический, русский язык синтетический. То есть, английский язык состоит из коротких слов, русский язык состоит из длинных слов, с приставками, суффиксами и окончаниями. Поэтому в русском языке огромное количество слов, которые выражают понятия, выражаемые на английском языке целыми комбинациями, иногда целыми предложениями. И если говорить о развитости языка, то кто-то может сказать, что наличие таких русских слов, которые впитывают в себя так много, смысла, это как раз признак большей развитости. Я бы не стал говорить о большей или меньшей развитости языков, но то, что есть отличия языков, связанные и с историей, и с тем, как складывалась культура страны, это безусловно, никаких тут сомнений нет. Английский язык является более сжатым, более короткие слова, он лаконичен. Английский язык более имплицитен, то есть в нем больше в подтексте, чем в русском языке. Русский язык, и, кстати, немецкий язык тоже, хотя немецкий язык очень близок к английскому языку по происхождению, английский язык развился из древнего верхнего немецкого языка. Немецкий язык тоже все, практически или очень многое, выражает непосредственно, без подтекста, без затекста. В английском языке очень много в затексте. Немецкий язык, Немецкий перевод английского текста тоже на 10-15, иногда на 20% длиннее. Но кто решится сказать, что немецкий язык менее развит, чем английский. Так что нет, я бы насчет развитости не согласился. Но английский язык, повторяю, более лаконичен, более метафоричен. В нем другая сетка пространства и времени. Английский язык очень временной и пространственный. Он это выражает грамматическими категориями, в то время как русский язык все это выражает, как правило, лексически. Ну, дальше уже идет лингвистика. Английский язык очень модальный язык. Все это выражено сеткой модальных глаголов, в то время как русский язык все это выражает, опять-таки, лексически, причем очень богато. Вот когда Набоков, наконец, взялся с сыном переводить Лолиту, которую он написал по-английски, он, как он потом писал, убедился в том, что оба эти языка ему близки и дороги, и оба великолепные, замечательные, изумительные, как он написал языки. Но дальше он констатировал целый ряд различий, которые, как он сказал, сводятся, в общем, к тому, что русский язык лучше приспособлен для передачи тончайших движений человеческой души, дуновения ветерка и так далее, а английский язык для описания науки, техники спорта, техники спорта, а также, как он написал, естественных и противоестественных чувств. Ну, естественных и противоестественных склонностей, по-моему, он сказал. Ну, ясно, что он имел в виду. Вот, видите, ну, красивые языки оба, конечно. Очень два красивых языка со своими достоинствами, и я бы не стал их друг другу противопоставлять. Своя красота есть, конечно, и во французском языке. Ну, а есть такие языки красивые, мелодичные, которые нравятся буквально всем, как, скажем, итальянский и чешский. Ну, это уже особая статья. Ну, у них просто свои достоинства. Как вот английский и русский. Я думаю, немцы бы это, у них очень четко прописано это различие от цивилизации и культуры. Что английский язык цивилизации, а русский это язык культуры. Может быть и так. Я бы сказал, что английский язык это язык нации очень деятельной. Нации, которая на небольшом пространстве создалась, и которая потом очень активно расширялась в пространстве, развивалась во времени. А русский язык это язык народа, которому даны вот эти вот бескрайние, так сказать, просторы, с одной стороны, который поэтому в языковых средствах не очень экономен. И язык, ну, я бы сказал, все-таки, наверное, более эмоционален, во всяком случае, вот по... и более чувственный такой, я бы сказал, по тому, как много можно заключить иногда в одном слове. Скажем, я часто привожу этот пример. В начале одного из рассказов Куприна, там есть такая фраза, что «встают разоспавшиеся курсанты». Жутко разоспавшиеся. Конечно, одним словом это ни в одном языке невозможно выразить. Или, например, русский язык в силу уже культурной своей эволюции, он очень много содержит отрицаний. В русском языке выражается через простое отрицание, то есть с использованием частички «не» огромное количество слов и понятий, причем далеко не всегда отрицательных. Иногда как раз для того, чтобы скрыть отрицание, используется «не». Ни на один европейский язык невозможно хорошо перевести такую фразу, что открылась дверь и вошел невысокий молодой человек. Я это всех прошу. На славянские языки это можно перевести. Не на всех. А на другие языки невозможно, потому что что такое невысокие? Ну что, маленького роста они спрашивают? «Short» на английский только перевести. Ничего подобного. Мы говорим «невысокий» именно для того, чтобы показать, что рост его ниже метра шестидесяти пяти, но мы это говорить не хотим. Обратите внимание, что мы никогда не говорим «невысокая девушка». Девушка у нас или миниатюрная, и даже маленькая не будет звучать плохо. А маленький мужчина мы сказать не можем. Сугестивность такая, эфемистичность языка. Вот именно. И когда мы говорим «не скажете, сколько времени», это не только результат крепостного права и подчиненности среднего человека в России на протяжении всей истории, а это элемент такой вот вежливости. Ну и это стандартная, конечно, ошибка при переводе на европейские языки, когда это переносит. Не скажете? Да-да-да. Вы не знаете, где живет такое-то. На английский дословно переводят. И получается, разве вы не знаете, где такое-то живет? Это поразило же этот анекдот, да, как это в советских времен. Скажите, у вас нет рыбы? Нет, у нас нет мяса. Рыбы нет в магазине напротив. Нет вот этот вопрос через отрицание, именно потому, что исторически русский человек в своем подчиненном положении, там, власти, помещику, коммунистической партии и так далее, он, в общем, не очень ждет положительного ответа. Поэтому задается вопрос вот так. У вас нет того-то. Вы не скажете? Не скажу. Не знаете? Ну да, не скажу. То есть, если вам ответят положительно, это большой праздник. Это успех. Так что язык своеобразный, через отрицание выражается огромное количество понятий, при этом отрицание очень простое, всегда через «не». У нас еще есть отрицание, выражающееся через «бес». Но это уже, как правило, более эмоциональные слова. Безрассудный, безответственный. Безответственный – это же не просто неответственный. Это нечто большее. Вот так сложился русский язык, но кто-то скажет, что слишком много отрицаний и так далее. Нет, но в этом тоже есть своя красота. Тем более, когда в это углубишься и поймешь, почему у нас это так. У нас буквально минута в эфире осталась. Последний вопрос. Я думаю, имея в виду то, что мы говорили в течение последнего получаса о русском языке, вы, наверное, скептически смотрите на возможность машинного перевода. Ну, скептически, конечно, потому что пробовали разные подходы. Все эти подходы путем создания алгоритмов, сейчас так называемый статистический подход, который в Гугле используется на основе сопоставления больших массивов текстов, все эти подходы результата не дают. При этом, что интересно, не происходит улучшение качества. Вот сама идея гугловского машинного перевода, так называемого статистического перевода, она состоит в том, что чем больше вы сопоставляете текстов, являющихся переводами, чем больше вы их вот в эти алгоритмы, в эти базы данных заносите, тем лучше со временем будет перевод. Тем больше вариантов. Ну, как с шахматами, так сказать, собственно. Ну, как? Нет, не тем больше вариантов, а наоборот, тем больше происходит нарабатывание тех переводов, которые, грубо говоря, являются правильными. Нет, ну, статистически от количества заложенных алгоритмов, как от количества заложенных... Нет, они закладывают не алгоритмы, они тексты закладывают. То есть, извините, от количества заложенных вариантов, я имел в виду, текстов. То же самое с шахматами. Чем больше ты заложил в программу возможных вариантов партии, тем более совершенен алгоритм. А там нет алгоритма. Дело в том, что у них вот нисходящего или восходящего алгоритма, как при генеративной лингвистике, у них нет. Просто на основе сопоставления машина отбирает, ну, компьютер, гигантский компьютер, он отбирает то, что, как говорится, выдерживает испытание времени. Ну, там у них есть и какие-то абсолютно секретные вещи. Но самое интересное, что, несмотря на все это, качество гугловского перевода, оно не улучшается. Ну да. Если бы оно вот улучшалось, ну, хоть чуть-чуть, скажем, за те 3-4-5 лет, что существует гугловский перевод, то это было бы колоссальным шагом вперед. Пока оно не улучшается. Хотя люди работают. По своему спаму точно могу сказать нигерийские письма счастья. Типа, я миссис маппал Макубу, жена позднего какого-нибудь Эдуарда Макубу и так далее. Улучшения не видно. Да, улучшения не видно. Ну что ж, это, я думаю, скорее пессимистичный, как вот в русской культуре. Мы апофатически говорим о вещах через отрицание. Ну вот, так что... Нет, это очень оптимистичный финал, потому что, да, это означает, что так же, как вот герой Зощенко, который играл на этом треугольничке, боялся за свою профессию, профессия не умерла, и мы это видим на любом симфоническом концерте. Так же и профессия переводчиков не умрет тоже. Вот на этом пессимистичном с точки зрения машины и на оптимистичном с точки зрения человека выводе я хотел бы закончить и, так сказать, передоносить живое подтверждение того, что профессия переводчика это внутреннее имманентное состояние культуры, не сервис культуры, а некая, так сказать, очень важная функция культуры. И, собственно, любите переводчиков, слушайте программу «Археология». Это была программа «Археология». У нас в гостях был Павел Палащенко, переводчик, работавший в том числе с лидерами нашего государства. Я ваш верный археолог Сергей Медведев, за пультом Иван Куприянов, продюсер программы Дина Трубовская. Доброй ночи и удачи. Доброй ночи и удачи.